Значительно подорожала за последние три месяца и кассовая лента та самая, на которой печатают чеки в магазинах. Из-за высокой цены она стала практически роскошью для предпринимателей. Поэтому многие торговые точки переходят на электронные чеки. Законно ли это и что делать покупателям в конфликтных ситуациях, сегодня узнавала Анастасия Смирнова. Чек вам нужен? Нет, чек не нужен. Такой вопрос сейчас можно услышать во многих магазинах Иркутска. Торговые точки переходят на электронные чеки или печатают бумажный вариант только по просьбе покупателя. Если я беру большую покупку, чтобы сравнить цены, суммы, посмотреть иногда, на сколько я купила, тогда я беру чек. Но когда одна, две, три покупки, он мне абсолютно не нужен. И все больше иркутян придерживаются такого мнения. По данным одного из агрегаторов скидок, популярность электронных чеков в стране за три месяца выросла в два раза. Подобные изменения заметили и в иркутских супермаркетах. В целом видим глубину отказов от бумажных чеков 65%. В чем ключевое преимущество? Безусловно, что человек, когда получает на электронный адрес свои чеки, они всегда, во-первых, под рукой. У них нескончаемый срок годности. При необходимости можно и анализировать свои покупки, перепроверять чеки. Это, в первую очередь, для самого клиента очень удобно. Для клиентов удобна для магазинов необходимость. Ведь еще в феврале кассовая лента подорожала сразу в три раза. Электронные чеки позволяют сократить предпринимателям расходы. Так, например, одна из продовольственных сетей страны за год работы с электронной системой сэкономила около 100 километров кассовой ленты. А это 400 тысяч рублей. Стоимость ленты начала снижаться, но она все равно стоит процентов на 30 дороже, чем это было до середины февраля. То есть это все равно будет перерасход для магазина и для предприятия. Если, допустим, это какие-то крупные сети, то там стоимость затрат может доходить до десятков или даже сотен тысяч рублей на, получается, все кассы вместе, особенно если касс много. Но у многих покупателей возник вопрос, а если в магазине пробьют не тот товар или с истекшим сроком годности, можно ли обменять или вернуть его по электронному чеку? Можно, отвечают юристы. Продавец обязан задать вопрос, можно ли предоставить чек. Если мы говорим о требовании федерального законодательства, то что электронный чек, что на бумажной, на бумажной ленте чек – это идентичные документы, которые для законодателя ничем не отличаются. Зато для экологии разница ощутима. Термобумага, из которой делают чеки, покрыта токсичным веществом. Поэтому их переработка невозможна, а переход на электронный вариант позволяет сократить количество мусора. Получается, плюсов в этой системе много. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням.